здорово на связи шамшурин и короче вот сейчас вот сел в тачку поехал на работу значит смотри тут ну как бы опять же захотелось поделиться такой штукой то есть мне вконтакте на днях написал один чувак я не помню с какого он города неважно важно следующее что там пишет что я типа такой весь какой-то неуспешный там я занимаюсь в работе не пойми где что-то причем он все это прекрасно понимает мне там что-то лень все менять в жизни потому что в принципе платит мне там мою двадцатку ну ладно да то есть я вот такой как то есть мне особо шевелиться неохота там шопу отрывать неохота вот при этом он говорит вот у меня есть проблема это страх идти вообще там с девушкой на первое там на второе свидание потому что как бы девушкам нужны там такие то вот успешные классные парни а я типа весь такой неуспешный и в принципе с этим делать ничего не хочу то есть я принимаю себя таким какой есть вот и соответственно говорить типа я боюсь того что вдруг девушка поймет что вот как бы но мы поговорили посидели а кто ты что-то на самом деле как бы там чем-то занимаюсь интересный ты там стремящиеся ли ты развивающиеся ли ты то есть что она узнает что типа я боюсь что она узнает что вот как бы это не так и меня сольет на самом деле в принципе страх имеет вот какие-то основания то есть они не безосновательные то есть и как бы ну я ему пишу типа чувак ты знаешь как бы ну чтобы этого не бояться и чтобы самые лучшие женщины хотели быть с тобой и одна самая лучшая в конце концов то есть ты естественно должен развиваться тебе же нужны самые красивые да то тебе нужна красивая интересная увлекающаяся там спортивная умная там с которой есть о чем поговорить там сексуальная ухоженная занимающийся спортом следящий за своей фигурой это все нормально и нормальная практика что нужна такая женщина тебе хочется самый лучший опять же вопрос как бы с чего ты взял что вот такой вот женщине нужен мужчина как бы ну такой как ты ей естественно хочет самый лучший мужика самый лучший мужик это тот который зарабатывает бабки не потому что он потом будет задаривать откармливать и отпаять потому что мужчина априори должен зарабатывать больше чем женщина это нормально и там который будет развиваться там работать над собой не будет там бухать курить не знаю не будет пивного живота в 30 лет который будет там ну в общем у него будет какие-то цели к чему-то стремиться то есть нормально что красивый ухоженный уважающий себя женщине нужны мужчины лучше чем они естественно то есть чувак ты сейчас говоришь что как бы у меня это ничего нет принципе я ничего этого делать не хочу но я хочу самых лучших женщин и вот я ему скажу что чувак как бы ну то есть придется развиваться да от этого никуда не денешься и он пишет мне вот такую хрень который меня просто поразило да он пишет что а разве пикап вот не для того чтобы типа ну как бы в двух словах посыл был такой что типа я думал что пикап это инструмент для нищебродов и неудачников который помогает таким код нищебродом неудачником соблазнять красивых девушек вот он думал что вы то есть ребят пикап это не то если вы думаете что пикап это вот это то как бы застрелитесь то есть вы неправильно думаете причем он с такой еще претензий писал что ну ка как же так я думаю что пикап как раз прям большими буквами капсом выделил этого для таких парней типа как я которые вот ребят пикапа я всегда об этом говорил и буду об этом говорить сто тысяч раз то есть это развитие в первую очередь всесторонние то есть это такой суперский толчок и пинок к развитию всестороннему ты начинаешь понимать что как бы как это работает ты ходил мимо женщина они мимо тебя и было похер ну не мое и не мое не для меня они все а тут ты вдруг понял что оказывается можно знакомиться соблазнять там ходить на свидание тогда это си в принципе вот это круто это работает но тут же ты примерно через очень короткое время упираешься башкой в какой-то потолок и понимаешь что ты все равно не можешь соблазнять делать ты можешь начинаешь владеть каких-то девушек допунаешь что ты не можешь тебе по-прежнему недоступны девушки там самые лучшие то есть ты уперся в этот потолок и не можешь с ними ничего делать потому что даже по той причине что иногда ты просто не имеешь доступа в те места где они бывают где они тусят вот там то есть к тому уровню жизни этим женщинам нужны мужчины самые лучшие развитые и так далее и естественно что ты сталкиваешься с необходимостью всестороннего тотального развития себя ты начинаешь прокачиваться по деньгам менять свою жизнь там начинаешь искать какую-то работу на себя бизнес параллельно с тем что ты делаешь на дядю начинаешь заниматься своим телом там здоровьем не забросаешь курить пить идешь в тренажерку начинаешь читать какие-то книги становишься интересным общаешься с кем-то другими людьми то есть ты всецело начинаешь меняться то есть женщина в данном случае мотивирует тебя к развитию к всецелому тотальному развитию и как бы пика в первую очередь это колоссальная работа над собой не прекращающиеся никогда и как бы вот делая себя лучше ты начинаешь нравиться женщинам все более более высокого качества назовем это так то есть они начинают на тебя вестись эти женщины и как бы есть вот он опять же пишет или ты к чему что типа достаточно купить себе тачку там заработать бабок и девки будут тебя вестись так не интересно тогда зачем вообще пикап у меня есть тысячи примеров того что мужик может жить в своей квартире в москве у него там дорогой таз но при этом он приходит домой один ему даже некому позвонить потому что такими мужиками часто крутят всякие динам щицы и так далее то есть и они привыкли подкупать внимание женщины они говорят сразу с первых секунд там давай я подарю куплю прокачу подвезу то есть и девушки не воспринимают их как личность они воспринимают их как источник ресурсов поэтому имея бабки или там дорогую тачку ты можешь не знаю быть конченным дрочером то есть это не показатель ничего но как бы не имея ничего этого и зная какие-то основы пикапа да ты можешь соблазнить женщин но самых лучших ты так и не сможешь потому что тебе придется развиваться работать над собой вот пример одного чувака которого я постоянно вижу на манежке то есть я не буду его описывать вдруг он увидит это видео ему будет неприятно хотя наверное думаю что он задумается на вид ему лет наверно 35 он там ходит постоянно в одной и той же одежды но сейчас не про одежду то есть ну значит у меня нет бабок как бы я тоже хожу в одной и той же одежде но мне просто глубоко похер я не собираюсь наряжаться в костюмы там троечка то есть и так далее потому что мужчина в первую очередь то что внутри вот значит и этот чувак я постоянно прихожу на манежку там или куда-то там в центр с клиентами работать и я вижу его постоянно бегающим ищущим тело причем в прямом смысле бегающим то есть это я так вот понимаю что мужчина вместо того чтобы заняться своим развитием он пытается поднять свою там израненную самооценку тем что кому-то присунет но с таким посылом как у него он никому не присунет или будет по-прежнему продолжать общаться с женщинами которых бог послал которые согласились вместо того чтобы пойти в качалку заработать лишний миллион не знаю там прочитать какую-то книгу то есть он занимается этой херней в 35 лет ну бегает целенаправленно пикапу для того чтобы ты просто по дороге на работу вышел из тачки познакомился с девушкой завтра позвонил встретился там и так далее то есть для того чтобы внедрить его в обычную жизнь в лайфстайл то есть они для того чтобы бегать потом во время тренинга мы бегаем но только во время тренинга этот чувак и просто с таким вот видом как будто он голодный ищет какую-то булку ему надо срочно и сожрать иначе он сдохнет вот с таким посылом с таким видом бегает по манежке каждый сука день и я делаю выводы что если я его вижу там каждый вечер значит у него как минимум нет свиданий потому что если у него были свидания я бы не видел его каждый вечер он бы сидел в это время с девками то есть этот чувак за счет пикапа пытается как-то вот вылезти то есть поднять свою самооценку это неправильно ребят вместо того чтобы стать пойти стать лучше это тяжелый путь да и долгий и тогда у тебя как бы все равно качество женщин которые рядом повысится и количество этих женщин повысится вместо того чтобы стать лучше чувак делать вот так и я недавно видел как он в прямом смысле бежал за девку я смотрю он бежит думал куда же ты бежишь что дорогой смотрю девку он прям несется за ней то есть со стороны это выглядит как какая-то маленькая голодная собачка которая подбегает к людям дайте мне хлеба девкам не нужны мужчины которые за ними бегают ну как то так поэтому ребята еще раз те кто думает что придя ко мне будучи каким-то не знаю стрёмным там стрёмно выглядящим чуваком там с которым не чем поговорить стрёмно одетым у которого там не знаю в 40 лет зарплату 20 тысяч там и так далее если вы рассчитываете что вот вы получите от шамшурина волшебную таблетку и что тут же вам будут давать там не знаю дочки олигархов нет ни хера ребят это колоссальный труд да я даю вам качественный пинок то есть и это работает но опять же без развития без саморазвития без работы над собой ни хера ничего не получится ребят и те кто воспринимает это как таблетку для нищебродов и неудачников которые ее проглотили ой теперь мне все дадут ни хера поэтому это одна из причин почему мои тренинги стоят дорого если хотите дешево кто говорит у меня дорого идите не знаю в этот я не буду говорить куда там до хрена их таких бегает ну и вас там научат бегать за тёлками пожалуйста так что вот парни кто хочет халявы по жизни хер ее не будет в жизни все самое лучшее достается самым лучшим мужикам которые преодолели себя ебашит берут себя за яйца да и делают себя лучше каждый день те кому нужны волшебные таблетки welcome только не ко мне все давайте на связи